Приветствую всех на нашем вебинаре. Уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим с вами о ресурсах для поиска статей, в первую очередь научных статей в сети интернет. Тема не нова, ресурсов очень много, конечно же, все охватить мы с вами не сможем, и поэтому мы сегодня с вами остановимся только на трех вопросах. Во-первых, посмотрим примеры нескольких реферативных баз, парочки. Заодно там же мы разберем вопросы, связанные с поиском уже внутри самой базы, что такое реферативные библиографические полнотекстовые, то, что нам часто попадается в описаниях тех или иных ресурсов. Без сомнений, я понимаю, что все вы это все прекрасно знаете, но это важный момент, который нужно донести до наших авторов, студентов, аспирантов, магистрантов, преподавателей, то есть не библиографов, в чем отличие, и что не всегда может быть, нам нужно искать именно полнотекстовые базы. Вот чаще всего мы именно на них обращаем внимание, и ой, это не полнотекстовая, она мне не подойдет. Не факт, не факт. Даже библиографическая база, даже не реферативная, она может вполне, а уж тем более реферативная, она вполне может вам не только подойти, но и оказаться именно той самой полезной базой, которая вам сейчас необходима. Потом посмотрим несколько примеров таких баз по статьям, и завершим повторением такими навигаторами, агрегаторами, которые помогают аккумулируют в себе эти базы тоже и помогают нам выбрать. То есть все вот это вот богатство, где оно может храниться, мы последним вопросом с вами тоже посмотрим. Ну вот такой вот небольшой у нас план нашего обзора. Формат у нас будет обзорный, и самое главное, мы будем не столько перечислять ресурсы, где можно найти статьи, а посмотрим на нескольких примерах, на что обращать внимание, когда мы уже выбрали, уже нашли какую-то базу, заходим в ресурс, заходим туда, и вот что там, и может нас подстерегать, и на что обращать внимание. Они все практически очень похожи. Нет, а есть те, которые отличаются друг от друга по оформлению, интерфейс, меню не справа, а слева, не слева, а справа, но есть общие моменты, на которые следует обращать внимание, чтобы не тратить время на то, что вам не подходит. Вот это мы сегодня как раз на этих примерах и разберем. И начнем с того, что базы-то у нас могут быть различные. Конечно, когда мы ищем какую-то конкретную статью, мы можем воспользоваться поисковыми системами, тот же, чем студенты чаще всего пользуются, тот же Яндекс.Гугл. Окей, Гугл, привет, Яндекс. Поиск по автору заглавия, ну, самое простое. Ну, кстати, автор заглавия, название статьи – это не что иное, как элементы библиографической записи и описания. И вот такие штуки в библиографии называются точки доступа. Через них мы находим искомые. И чем их у нас больше, этих точек доступа, чем больше мы их обведем, тем релевательнее будет выбор к нашему запросу. Ну, говоря проще, тем больше получим информации, которая нашему запросу удовлетворяет. Вот почему важно еще грамотно делать библиографические описания на имеющиеся публикации, статьи, потому что по ним полные тексты потом можно очень быстро находить даже через поисковые системы. Вот как раз чем нам могут помочь библиографические базы. А вот тематический поиск – это совсем другая песня. Когда нам нужно найти как можно больше источников по определенной теме, по определенному кругу вопросов. И вот здесь нам как раз вот эти самые базы данных, где аккумулируется информация по нужным нам направлениям, и будут в помощь. Но базы тоже могут быть разные. Вот когда-то давно-давно мне попалась статья, еще, по-моему, 6 или 7 года, 2006 или 2007, где анализировалось использование баз данных в информационно-библиотечном обслуживании научных исследований, вот там речь шла о полнотекстовых базах. И говорилось, что 60, где больше 60% ученых предпочитают полнотекстовые базы данных, а 30, там с копейками 38, оставшиеся 39-37%, все остальные, то есть реферативные, библиографические и прочее. А вот когда смотрела описание зарубежных баз данных, там говорилось буквально через одну в описаниях этих баз, говорилось совсем другое, что большинство ученых предпочитают библиографические и реферативные базы данных, и потом уже полнотекстовые. Вот интересная такая тенденция. Но тем не менее, да, мы всегда предпочитаем полнотекстовые базы, там, где можно сразу почитать текст статьи, но опять же, всегда ли нам это нужно? И что относить к этой полнотекстовой базе? Вот эти все три вида относятся к документальным базам данных, которые содержат поисковый образ документа, или наше библиографическое описание, или и текст самого этого документа. Или он, или текст, или о нем, но эта информация есть. Иногда в разных сочетаниях мы это встречаем. Библиографические базы данных, они содержат вот как раз этот самый, ой, поисковый образ документа, библиографические записи или описания, иногда дополнительные какие-то параметры. И все, на этом, как правило, дело заканчивается. Это чисто библиографическая база. Реферативные помимо вот этого библиографического записи и описания еще содержат аннотации. Аннотации могут быть разные, могут быть очень короткие, могут быть такого расширенного формата, а может быть даже рефераты статей. Но реферат статей – это почти практически полная статья, только без лишних слов. Самое основное – факты, цифры, графики, таблицы, схемы, диаграммы, выводы, описание хода исследования – это все в реферате есть. Вот ради интереса просто даже откройте любой рефер... Найдите, откройте любой реферативный журнал и посмотрите, как выглядят статьи рефераты в этом реферативном журнале. Рефератик статьи. Десять страниц, двенадцать страниц. Считайте, полноценная статья. И вот тут вопрос, нужен ли мне полный текст самого документа, если из этого реферата все самое основное – цифры, статистику, диаграммы, схемы, выводы, гипотезы автора – я уже могу взять, я уже могу на основе этого процитировать, рассказать и так далее. Может быть, даже реферата достаточно. Может быть, этим можно объяснить то, что в зарубежных базах данных как раз говорят о том, что ученые больше склоняются к реферативным форматам. А полнотекстовая – это там, где есть доступ к полным текстам статьи. Но и библиографические реферативные базы являются отсылочными. То есть, если в них приводятся статьи из журналов, находящихся в открытом доступе, то и из библиографической, и из реферативной базы мы спокойно можем перейти к полным текстам этих статей. Перейти по ссылке, открывается сайт издания, страница, где расположен полный текст этой статьи. И вот смотрите, очень часто эта возможность есть в библиографических и реферативных базах. Поэтому скидывать их со счетов, когда мы приступаем к поиску, говорить, ой, фу, нет, нет, это реферативное мнение подойдет, там только аннотация, мне нужен полный текст статьи, не стоит, потому что, посмотрите, они могут быть отсылочными. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Полнотекстовая база – это не просто доступ к статье. Мы переходим куда-то на сайт, а статья выложена в этой базе, на этом сайте, и мы получаем к ней доступ уже сразу там, без перехода на какие-то другие ресурсы. Поэтому такая путаница происходит, когда из-за этого происходит некоторая путаница, когда одну и ту же базу в разных источниках именуют… Конечно, чаще всего мы встречаемся с сочетанием вот этих баз данных библиографической и реферативной, когда мы можем и получить информацию для библиографического описания, и прочитать аннотацию или реферат статьи. Иногда их именуют библиографической и реферативной, иногда говорят библиографической, реферативной и полнотекстовая. То есть в разных источниках разные сочетания, и вот видимо идет смешение понятий, поэтому такого четкого жесткого разделения может не быть. Но имейте в виду, что если мы говорим о библиографической реферативной базе, то там будет только вот этот набор и возможно переход на статье открытого доступа, и там можно будет ее посмотреть, поэтому их со счетов не скидываем. А полнотекстов уже понятно, что там будет доступ к полным текстам статей. Таисия Нечаева, сжатые, без прочтения. Да, в некоторых случаях, соглашусь, в некоторых случаях это так и есть, но имейте в виду, что вот в этих базах есть еще одна такая фишка. Сама аннотация статьи, вот этот абстракт, который пишется в начале самой статьи, вот эта аннотация, она может быть, как вы написали, сжатая, весьма абстрактная, не дает представления. Но в некоторых базах еще пишется свое описание, о чем эта статья, не оттуда, а своя аннотация. И вот она как раз может дать представление о том, подойдет или нет. Конечно, не 100%. Исходите из того, что все равно, да, желательно полный текст открытий посмотреть. И мы сейчас говорим о том, что даже вот из этих баз есть возможность перейти к полным текстам статей. Не всегда, не всех, но тем не менее. Вот сегодня мы как раз и будем говорить о тех базах, которые являются вот такими отсылочными и дают возможность, где можно найти статьи в открытом доступе. Вот пример такой реферативной базы. Вот эта база, сегодня будет мало про социологию, экономику и прочие гуманитарные науки, побольше про всякие технические, медицинские. Ну, вот так вот уж получилось, да. Обычно мы их как-то стороной обходим, мне показалось, что это не очень правильно, поэтому о них сегодня поговорим. Вот пример такой реферативной базы. ADS NASA, ну вот где увидите вот такое название, презентацию можете скачивать, там где есть вот такой шрифт цвета подчеркнутый, ссылка, можно переходить прямо на эту базу, можно ей пользоваться. Ну вот так вот она выглядит, она реферативная и везде она упоминается как реферативная база, но мне кажется, что это все-таки не только реферативная, но и библиографическая и реферативная. Потому что информация для составления библиографического описания, она здесь представлена и мы спокойно можем ее сделать. Ну, немножко особая такая структура здесь есть. Это база, астрофизическая база по астрономии, физике, одна из самых обширных реферативных баз, физика, астрономия, теория частиц и еще ряд тем. Открытый доступ, можно заходить, я вам показываю еще все базы, где не требуется регистрация, то есть фри доступ, зашел и посмотрел, что-то не оставляет свои персональные данные, непонятно на каких серверах. Вот мы только вот эти вещи сегодня, кусочек из них посмотрим. Ну вот, вот так выглядит эта база. Есть простой поиск и есть вкладки быстрого поля, то есть вы можете ввести по авторам, по аннотации, по годам, сделать выборку. Вот здесь можно еще выбрать дополнительные поля, которые можно сюда вводить в этот быстрый, простой поиск, либо ввести просто слово или фразу для тематического поиска. Ну и дальше пошли искать. Есть несколько вкладок для выбора формы расширенного, есть расширенный, конечно же, поиск и несколько вкладок для выбора формы. По умолчанию стоит вот эта модерн форма, есть классическая форма и еще бумажная форма. Не совсем поняла различие, видимо, оно есть, можно посмотреть, но пользовалась по умолчанию модерн форм и нормально ищет. Если пользуемся расширенным поиском, то у нас открывается вот такой набор полей. Как видите, здесь не только мы заполняем примеры, приведены, как это заполняется, и плюс используются еще различные операторы. Вот это первая особенность, с которой можно столкнуться, когда начинаем работать в разных базах, искать статьи. Можно осуществить простой быстрый поиск. У нас должны быть заготовлены уже ключевые слова и фразы, если мы делаем тематический поиск, либо конкретное, мы что-то ищем, когда мы это вводим сюда. И лучше всего на двух языках, потому что все практически базы по зарубежным статьям, они англоязычные. Не все воспринимают русские слова и буквы, поэтому готовьте сразу два варианта, чтобы не тратить время здесь на переводы. И вот дальше, если нам нужен расширенный поиск, вот поля есть, примеры заполнения есть, обращаем внимание на операторы. И вот в каждой базе свои операторы, которые нужно использовать для формирования ключевых фраз, поисковых фраз. И вот это важный момент. Если нам все-таки придется пользоваться расширенным поиском, то с этими операторами нужно познакомиться. Как правило, есть инструкции, есть подсказки. Ну, во-первых, вот эти значки вопроса не игнорируем, они вам подскажут, что это, какой оператор здесь использовать, и вообще, что это за поле, чего сюда вводить, более расширенную информацию можно получить. Плюс, так, вот, есть еще инструкция по поиску. Здесь тоже я вам ссылочку на нее даю, если будете искать по этой базе, то можно посмотреть здесь. Здесь прямо все операторы расписаны, в какое поле, как вводить, как формировать запрос, как формировать вот этот поисковый запрос, фразу, что где используется. Вот она прямо здесь все-все-все расписана с примерами, все понятно. И есть еще вот такая подсказка, кодировка журналов. Вот эта база применяет особую кодировку журналов, то есть они не пишут название, год и так далее. Так же, как в Киберленинке, кстати, когда, почему я говорю, не берите, пожалуйста, если берете цитаты, цитирование, как надо цитировать, в Киберленинке нашли статью, значок с кавычками, раз, у нас сразу библиографическое описание. Это не библиографическое описание, она оформлена как ссылка. Мы ее копируем на себе в список источников. И получается, что у вас статья из журнала ЕИ. Вот что это за журнал ЕИ? Оказывается, в Киберленинке они не пишут полное название журнала. Там идет сокращение, кроме по первым буквам, то есть такая кодировка, своя кодировка. Вот в этой, и нам ее, если мы хотим, этот журнал ее так вот пользуемся, проверять, чтобы у вас там было полное название журнала, пока вы на этой странице находитесь, ну, запишите его буковками. Понимаю, тяжело, но надо. Иначе потом вы не найдете, а что это за журнал такой? Ну, нет больше нигде таких сокращений, только в этом ресурсе. Ну, вот так у них устроено. Вот здесь та же самая история. У них своя кодировка журналов и там сочетание цифр, букв непонятных, но поиск по журналам по этой кодировке можно осуществлять. Например, если я нахожу какую-то статью, которая мне подходит, я могу в поиске по журналам в этой же базе просто задать вот это обозначение журнала, и у меня пока что все публикации в открытом доступе из этого журнала. Если мне одна, две, три статьи из этого журнала подошли, почему бы не посмотреть остальные номера? Ну, вот выборку сделали по журналам, по публикациям из этого журнала. Но вот здесь вот эта вот кодировка есть. Или если вы знаете название журнала и хотите посмотреть, вот он связан с какими-то астрофизическими вопросами, и вы хотите посмотреть, есть ли он в этой базе, и какие еще публикации из этого журнала в этой базе есть. Вы тогда заходите вот сюда, в эту кодировку журнала, набираете. Там есть просто их список и коды. Такая простая табличка. Все эти западные поисковики, они очень просто сделаны, квадратно. В табличной форме и все. Либо листаем, ищем название журнала, либо там есть строка поиска, вводим название журнала, он нам его показывает. Раз код нашли, его скопировали, в поиск поставили, нашли. Все. Ну, вот это вот надо просто этот нюанс знать. У них вот такая система. И вот эти две подсказки я вам здесь привожу, если будете искать. И даже ради того, чтобы посмотреть, как может быть устроена такая база данных реферативных, посмотрите, как это может быть устроено. Потому что в других местах мы тоже с этим можем столкнуться. Тогда по аналогии мы можем понять, как и что нужно сделать. Ну, и вот эта вот ссылка на страничку. Вот так выглядит страничка подсказок. Быстрый старт, как начать. Вот то, что мы с вами просто в быстрый поиск ввели, слово или ключевую фразу. Как создавать запросы. Вот как раз про операторы, как их использовать. Результаты поиска, как выводиться, и что с этим нужно сделать. И есть видео уроки. Несколько видеозаписей есть, которые помогут тоже сориентироваться в этом ресурсе. Вот такая у них хорошая база. Подсказывательная. Ну и пример. Например, мы ввели слово time. Воспользовались простым поиском, без всяких расширенных наворотов. Вот просто. А что у них есть по теме? Ключевое слово мы ввели. Опять же, смотрите, мы не воспользовались никакими операторами, мы просто ввели слово time. Что он... Как часто мы это и делаем. Что он нам выдал. Вот он нам выдает результат. Вот в таком виде представляются. Слева панель фильтров. Панель меню. Можно выбирать. Но они здесь ограничены. Почему-то только китайских авторов я здесь не вывел. Можно нажать больше. Может быть, он покажет, что там еще есть больше. По авторам, по коллекциям. И еще целый ряд фильтров, по которым можно делать выборку. Если мы выбираем коллекции, вот, например, генеральная коллекция, физика, астрономия, еще там целый ряд вопросов. Как только мы ставим галочку сюда, коллекция отображается здесь. По умолчанию, если вы сделали простой поиск, вы сразу можете увидеть, какие здесь коллекции были задействованы. Можно их убрать. Если нам нужно отсюда убрать, что-то другое назначить, по крестику убираем. Новые галочками сюда добавляем. То есть можно регулировать. Ну, естественно, можно сортировать полученные результаты. Там по актуальности, по дате, по полному совпадению и прочее. По возрастанию, по убыванию. То есть управлять вот этой информацией, которая у нас есть. Есть две. И вот в таком виде результат у нас представляется. Вот здесь зашифрованы названия журналов. То есть мы видим их здесь. Мы видим только название статьи авторов. Что здесь удобно? А, вот это мы можем посмотреть. Мы можем посмотреть описание. Это краткое описание. Знаете, вот как, когда в Яндексе ищем что-нибудь, название сайта, и вот краткое описание, там буквально две строчки, что это такое-то. Вот это вот тоже такое краткое описание. И есть показать анатацию. Можно тут же нажать эти обе кнопочки, можно нажать любую из них, и сразу появятся еще подсказки описания этих статей. По умолчанию выводится вот так. Только название автор. Вот этот абракадабра, который нам ни о чем. Это вот этот вот код журнала. Ну и даты. Удобно. Что здесь удобно сделано? Вот эти две кнопочки. Если мы кликнем по этой кнопочке, откроется списочек из двух пунктов. Я его вам на русский язык перевела, там это будет написано по-английски. Ссылки и референсы статьи. Ссылки – это список выдаст, кто ссылался на эту статью. А вот это список литературы, которую авторы к этой статье собрали. Список их литературы к этой статье. Вот это очень здорово сделано. Смотрите. Мы же можем искать еще, и часто, я надеюсь, что мы это делаем, студенты не всегда. А зря. Когда мы находим статью, которая нам явно подходит или очень близка к нам по тематике, смотрите всегда список диссертацию, книгу, всегда смотрите список литературы. А чем этот автор или эти авторы пользовались? Их источники. И тогда мы расширяемся. Из этих источников мы можем тоже подчеркнуть уже автора, название других статей, посмотреть их. В них свой список литературы. Понимаете, вот такой вот веерный поиск получается. Мы не лазим по разным интернет-ресурсам. Мы даже на одном веерном поиске можем собрать переход по гиперссылкам. Мы можем собрать большое количество статей, источников, которые нам подойдут. Может быть, авторы какой-то источник так трактовали, а вы его по-другому можете трактовать, другую интерпретацию дать. Согласиться или нет согласиться с автором. Поэтому это вот тоже очень хороший такой вариант для поиска. Но открывать каждый раз статью, ее пролистывать и там искать, где там этот список у нас прошит. А здесь они его вынесли. Очень здорово. Посмотрел. О, по аннотации. Да, круто, классно. Да, вот это я скачаю. Или подходит, но не совсем. Так я посмотрю список источников. А может быть, там скрывается один или два источника, которые подходят вам. Вот это у них сделано очень здорово. Честно говоря, в других базах не видела. Может, еще не попадалось. Может быть, вы знаете, где такая штука есть. Но это очень удобно. Опять же, на заметку. Если будете делать свои базы, имейте в виду. Вот это классная вещь для поиска. Ну и кто ссылался на эти работы, тоже может дать нам подсказку и выход на новые статьи, которые мы можем тоже посмотреть. И вот отсюда у нас уже есть автор, заглавие, источник, откуда это взято. То есть мы можем уже не лазя по базам, а уже осуществлять более целенаправленный поиск. У нас уже есть вот эти точки доступа к этим статьям. Вот мы их собрали. И если есть вот такой значок, полный текст статьи. По нему кликаем. И тоже высвечивается в каких форматах. Там HTML, еще какой-то. И несколько форматов есть. PDF есть. Поэтому можно сразу, кликнув по этому значку, если мы определились уже по этим данным, что статья нам подходит, кликнув по этому значку, нажимаем PDF, он открывается, скачиваем, и все время можем с ним работать. Но в этой базе есть одна фишка. Я не знаю, заметили вы сейчас, рассматривая этот скриншот или нет. Может быть, кто-то обратил внимание. Но смотри, такая тишина пока в чате. Никто не спросил. Татьяна говорит, а вот это вот, это как? 2024 год, 12 месяц. У нас сейчас какой год, а какой месяц? То есть, оп, это как? Статья была или будет опубликована? То есть, первая мысль, которая приходит, это статья, которая еще не опубликована, но отдана в печать в некоторых журналах, очень длительный срок, поэтому может быть вот такая история. То есть, она выйдет в этом номере журнала, но еще не вышла. И вот тут нам стоит... Вот с такими вещами тоже можно столкнуться, поэтому внимательно проверяйте. Сейчас попробую его открыть на экран. Коллеги, пожалуйста, огонечком мне посигнальте, пожалуйста, видно ли экран. Вот я вам открыла эту статью, но в переводе на русский язык. Ага, Таисия Нечаева пишет, список цитируемой литературы есть при поиске статей в НЭБе. Отлично, да, вот, супер. Вот, 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 про эту возможность обязательно указывайте тем же нашим студентам, преподавателям, что вот это, этот ценный клад просто в наших руках, мимо которого мы пробегаем. И дайте мне 158 баз данных, где я смогу найти полный текст статьи. Вот это посмотрите. Ведь оно уже прижато к вашей тематике, вам не надо бегать куда-то. Давайте с этого начнем, а потом уже пойдем в базы. 158. Отлично, спасибо, Таисия. Вот, вот мы нашли. Вот та же самая страница, только я нажала браузерный переводчик и перевод на русский язык, чтобы вам увидеть. Вот она эта статья. Да, год стоит 2024, 12 номер. Либо это ошибка. Вот так выглядит краткое описание. Вот то, что я вам говорила. Вот оно. Вот. Вот оно. Вот это. Вот эта кнопочка. Основные моменты. И аннотация. Вот я эти две кнопочки нажала, и вот у меня воспроизводит аннотацию. И я могу ее вот здесь открыть и прочитать дальше, что там написано. Прямо аннотацию здесь. И вот тоже следующая статья, тоже 2024, 2012. Это вообще как? Нажимаем на саму статью. Вот она у нас идет. Аннотация. И в конце, смотрите, публикация. Где? Том? Выпуск? Номер? На какой странице находится? Ну, правда, только погинации здесь нет, только страница откуда. Дата публикации – декабрь, 2024. Как это? И даются ссылки, где мы можем найти эту статью. Две ссылки ДОИ и ссылка на архив. Архив – это вот это вот. Архив.org. Тоже база. Ага, Светлана Сидорова пишет, как такое может быть? Вот, вот, смотрите, какая здесь прямо детективная история разворачивается. Обращайте на это внимание, на дату публикации, потому что вот так вот быстренько хоп-хоп поставили в список, а вам потом зададут вопрос на защите, да? Нашим же аспирантам. Простите, а это как? Сто лет тому вперед. Вот одна из ссылок, которая ведет нас в архив.org. Часто используемые тоже база данных, тоже мы можем здесь находить научные статьи, но это репозиторий, где собираются не только научные публикации, которые уже вышли в свет, да, в издании, в каком-то присутствует научном, а еще припринты, неопубликованные работы. То есть это репозитория, это вот такое хранилище Корнельского университета, но он есть во многих университетах зарубежных, вот такие репозитории, как они называются, институциональные, по-моему, слово вы говорите, то есть при университете для своих студентов, аспирантов, вот чтобы не терялись работы, не размазывались, они сюда собираются, и тут же, если ты считаешь необходимо поделиться со всем миром или с теми, кто имеет доступ в этот репозиторий, получить обратную связь от коллекта, можно его открыть в открытый доступ, и пошла обратная связь. Ну вот, собственно, это и есть в архив.орг. То есть здесь собираются работы, и вот мы эту работу нашли, и вот она, наша статья. Смотрите, отправлена 23 июня 22 года. Да, как наши припринты. То есть там есть и опубликованные работы, и не опубликованные работы, поэтому с архив.орг, хотя он так и широко рекламируется, им часто используют, и даже искусственный интеллект, вот у нас коллеги были на вебинаре, показывали, как быстро он из архив.орг нашел статьи. Вопросы, они были опубликованы, или это припринты? Вот он, текст нашей статьи, вот он его нашел, по этой ссылке мы перешли, вот она здесь действительно есть. Вот они наши авторы, я только вам на русский язык браузерный переводчик включаю. Отправлена 23 июня 22 года, то есть в этот репозиторий она была загружена аж в 22 году. Подождите, у нас статья только в декабре этого года выйдет, как она могла быть загружена сюда. И вот пошла вся информация о ней. Вот цитировать, как ее надо цитировать, присылки на архив, история, отправки. И все. И больше здесь никакой информации мы не видим. Мы можем ее открыть, посмотреть, наверное, здесь. Вот, посмотрите, доступная статья, посмотреть PDF, да, это все. Окей. Но 22 год, значит, все-таки, наверное, это она выходила. Возвращаемся назад. Вот, дуи, архив, если видите слова архив, значит, он ведет как раз на этот репозиторий. И эту статью еще надо проверять. А вот второй дуи, где этого слова нет, открываем. Сейчас посмотрим, что он нам покажет. Смотрю, есть он у меня здесь? Он, по-моему, у меня здесь. Есть. Да, вот он. А он нас ведет вот сюда. Вот на эту, да, вот она. Вот она, страничка. Вот мы нажали по второму дуи. И вот он нам показывает. Вот она, эта страничка. с информацией об этом журнале. Нужно найти этот журнал и посмотреть. Номер, том 37, номер 1. И давайте вот на него посмотрим. Есть он там. И вот смотрите, да, что у нас, что у нас получилось. 12-й, 24-го или нет. Ну, можно, так, давайте посмотрим, здесь у нас эта статья есть. Так, стрелочки на слайде. Ага. Не, вот она, вот она есть. И дальше нам нужно найти, вот она. Вот она, наша статья. Вот я вам даже увеличу. Вот, нашли. Вот она, наша статья. Вот PDF, да, мы можем ее открыть. Вот она, наша статья. А это у нас номер журнала какой? Да, 24-й год, номер 1, но за январь, 24-го года. Том 37, номер 1. Вот, вот вам 12-й номер этой статьи декабря 2024 года. А она уже опубликована, ну, правда, в январском номере. Поэтому такие вот моменты, они здесь могут встречаться. И не только в этой базе, а в разных базах. Поэтому обращайте внимание, если какая-то нестыковка есть, ну, вот примерно вот так мы можем проверить, действительно ли. На архив.орг, если бы мы ссылались, нам нужно было указать эту статью как из репозитории. Мы не уверены, она опубликована или нет. Но мы проверили, что она опубликована. Поэтому мы можем дать данные не ссылки на какой-то электронный ресурс. Иначе у вас эта статья в список пойдет. Не в научные публикации, а в раздел электронные ресурсы. А в некоторых журналах просят не указывать список литературы, а описать их в сноске примечаний. То есть в список литературы она не попадет. Мы нашли, что она находится в журнале, в электронном журнале. Там мы ее можем открыть, посмотреть, текст. Вот они все данные журнала есть. И она уже пойдет в список литературы как научная публикация. Научная статья из этого журнала. Вот. Поэтому иногда вот такие квесты встречаются в базах данных. И их приходится вот так вот перепроверять. Да, поэтому вот смотрите внимательно, когда даже в базах данных вот такая история у нас может происходить. Что здесь есть еще? Давайте переведу его тоже. Вот это те фильтры поиска по авторам, по коллекциям. Вот они коллекции. Здесь представлены. Их немного, но они есть. Мы можем выбрать. С рефератом, без реферата. Вы можете выбрать вообще статьи без реферата. Вот они здесь есть. По учреждениям. Еще нажимаем, он покажет, если нас интересует какая-то организация, ВУЗ. По ключевым словам. Самые частые запросы, они здесь вот тоже отображены. Слова можно найти. По публикациям. Вот откуда архифорг. Еще что-то. Можно посмотреть. Что такое группа нагрудников, не знаю. Ну и дальше не особо. Давайте обратно. А то так таблицы визиря. Визуальные, видимо, таблицы. Переводят иногда очень забавно. Ну и вот какие-то данные. Вообще-то эта панель находится справа, но я увеличила экран, поэтому она сместилась влево. Сейчас я ее поставлю. Вот. Обычно вот эти вот таблички, они и здесь. Ну, нам вот эти наукометричные данные, в общем-то, ни к чему. Если нас интересует простой поиск, то наша часть вот эта левая. И вот они данные, которые здесь приводятся. Ну, вот плюсы, минусы. Такой вот реферативной базы мы посмотрели, что даже здесь просто чисто взять и все. Нужно посмотреть, проверить. Иногда вот такие казусы бывают. То есть, ну, посмотрите, была она опубликована или нет. Еще один ресурс. Давайте вернемся вот сюда. Еще один ресурс тоже. Ну, вот инструкции здесь есть. Поэтому посмотрите, интересный, кстати, ресурс. Физически. Вот даже насчет таких казусов там есть чего посмотреть. А ПАДМЕД тоже реферативная, но скорее реферативно-библиографическая база, потому что если первая все-таки больше реферативная, вот эта насовская, потому что в чистом виде библиографических описаний нет. Вы видели, нам пришлось покопаться, чтобы найти всю необходимую информацию, какой номер, уточнить даты и так далее. В ПАДМЕДе в основном информация присутствует вот здесь есть, где было опубликовано, номер дои, страницы, даты, номер. Вот оно все здесь есть. Ну, минимальные уточнения нужны. Конечно, они не под наши госты, и что-то нам придется добывать. Ну, в принципе, вот она, вся информация есть для того, чтобы ее представить в описании статьи. Сразу то же самое. Есть левая панель меню, есть расширенный доступ и есть простой поиск по ключевому слову. Ну, вот то же самое слово. Например, вводим, ищем, и вот он нам показывает все статьи, где в названии, он покажет все статьи, где в названии есть это слово. Вот он его нам здесь показал. Что здесь? Если нас интересуют полные тексты статей, вот о чем говорили коллеги, аннотации иногда недостаточно или не дает полного представления, выбирайте вот эту позицию, free full text. Не просто full text, полный текст. Он может быть полный, но закрыт от наших глаз. А вот free full text, это вот тот самый open access, открытый доступ. То есть мы ее спокойно, без регистрации, без лишних телодвижений можем открыть и почитать. И вот сюда просто оптичиваем эту клеточку, и он нам сам отберет эти статьи. Обращайте внимание на цвет шрифта на литичье слово free вот здесь. Видите, вот эта статья, вот эта важная зеленая строчка, здесь ничего не написано, и галочка у нас не стоит. Мы эту статью можем не прочитать. Открытого доступа к ней может не быть, и скорее всего его нет. Есть только доступ к реферату, только аннотации. Вот, review. Вот там есть слово, да. Но опять же, все зелененькое. Значит, чтобы... Мы будем тратить время. Ну и, во-первых, выборка у нас, да, вот офигенно, 5 миллионов 200 тысяч почти. Это результат. О, есть из чего выбрать. Но из них... Все будет зелененькое, но не для нас. Поэтому оптичиваем сразу вот эту клеточку. Можно прямо на этапе поиска. Можно, когда набрали слоган, и вам показали результаты, оптичили, обновили. И вот смотрите. 5 миллионов... О, результатов. Сколько у нас осталось? Миллион восемьсот. Ну, почти два. Два раза. Мы просто оптичили клеточку. Free, full, text. Мне нужны полные тексты, и я хочу иметь к ним доступ. Все, вот оно, количество результатов уменьшилось. И появилась вот эта бежевенькая. Бежевенькая, где есть слово free. Бежевое free – это то, что нам надо. Откуда это free? Нас не интересует. Вот здесь будет писаться просто free article. Это значит, она прямо в пабме была загружена или как там из книжной коллекции попала. Либо там ML может стоять, может стоять PMC, пабмет... Central, по-моему, называется. Или collection. Сейчас я вам скажу. Да, по-моему, пабмет коллекшн. Нас это особо не интересует. Ну, для вас поясню, что это значит. Это есть три составные части, откуда сливаются статьи в пабмет. Это есть медлайн-база. Есть база, пабмет, по-моему, называется Central SS, Central или collection. Сейчас не вспомню, слово вылетело из головы. В общем, это вторая база, откуда тоже статьи сливаются в пабмет. Еще есть третья, у них называется там книжная полка. Оттуда тоже информация вот она с этих трех коллекций аккумулируется в этом пабмеде. Поэтому они вот сюда еще дописывают, откуда это к нам пришло. Ну, если уж совсем проводить разыскание, можно зайти в эту коллекцию, посмотреть. Но нам, в принципе, это не нужно. Вот оно есть. Достаточно слова free, бежевое и все. Дальше мы можем открывать эту статью, смотреть уже смело. Видите, к зеленому добавилось бежевое. Все, окей. Больше туда углубляться не будем. Ну, просто чтобы вы понимали, что вот этот пабмет – это аккумулятор вот этих статей из разных вас данных. Ну, вот это удобно, конечно. Тоже есть руководство пользователя, причем недавно прошло обновление, поэтому тоже можно смотреть. Для того, чтобы понять, где чего находится, тоже есть фильтры, по которым мы можем проводить сортировку отборную. Вот один из них, самый главный, мы с вами посмотрели. Можно посмотреть операторы, использовать для конкретизации запроса. Это все вот в руководстве пользователя есть. Но самое главное, есть ли полный текст статьи. В принципе, он здесь есть, да. И мы отсюда можем перейти сразу к чтению этой статьи. Нажимаем на статью. У нас открывается… Лучше всего нажимать вот сюда по названию. Открывается все описание про авторов. Пошла уже полная аннотация к этой статье. Вот, да, значок есть. Значит, статья бесплатная. Открытая. Можно ее спокойно скачивать. Вот вся информация у нас здесь есть по этой статье. Даже есть указание, как ее надо цитировать, знакомая нам. И самое главное, вот этот значок. Ищем справа наверху. Открыли данные по статье. Справа наверху, смотрите, вот здесь будет написано Full Text Links. Ссылка на полный текст. То есть здесь ее нигде нет, она есть здесь. Ищем значок ссылки. Он может быть не в виде букв и цифр, а вот видите, прямо название журнала, такой картиночкой стоять по картиночке, смело кликаем, и попадаем уже на полный текст статьи. То есть, видите, это не полнотекстовая база, вот этот подмет, в нем самом содержатся данные для библиографического описания. То есть фактически описание статьи дается, но по своим каким-то законам. Реферат, да, реферативная, потому что есть аннотация, и она отсылочная, потому что открыв полную информацию по статье, вот это, о ней, мы можем по ссылке перейти на сайт этого издательства, где эта статья лежит в открытом доступе. Вот. То есть это отсылочная база. И хотя мы, нажимая вот эти ссылки, можем не увидеть вот эту схему, для нас все равно все открывается в одном окне. Ну, полный текст-то открылся, да, но он не хранится в паб-меде. Сам текст статьи не хранится, он хранится вот здесь. Изменится политика редакции. Закроют они все свои статьи, и все, значок этот исчезнет, и мы уже доступа к полной статье не сможем получить. У нас останется только информация о ней, потому что на самом сайте подмеда текст не хранится. А есть полнотекстовые базы, которые еще собирают эти статьи и хранят их у себя. Да, и что бы там ни произошло в этом журнале, текст статьи останется, но если они не потребуют его, конечно, убрать. Вот. Вот разница. Ну, то есть, по сути, она реферативная и будет обозначаться как библиографическая реферативная база по форме, да, а по сути-то мы получаем доступ к полным статьям, поэтому вот этими базами и не стоит пренебрегать. Ну, вот такая интересная штука. Еще несколько сервисов в помощь, поиску. Да, сейчас покажу немножко так, то, как не надо делать, да, то, где не надо искать. Зинода. Тоже один сервис, который меня вызвал вопросы, но не могу его обойти вниманием, но он часто мне попадается на разных сайтах образовательных учреждений, где рекомендует студентам использовать, ну, мы же рекомендуем какие-то ресурсы, да, где можно и нужно искать статьи, вот он часто попадается, и в разных вот таких вот сборных обзорах его тоже упоминают. Надо сказать, что во многих вот этих базах сейчас наметилась тенденция перехода к платным подпискам, либо к платному участию в этих базах. Поэтому вот у Зинода это тоже есть, поэтому смотрите очень внимательно, вроде бы база хорошая, но не все может быть в открытом доступе, но мы можем этим пользоваться, а может быть так, что вообще и ничего. Может быть с этим еще связано, что они тоже в какую-то платную часть начинают уходить, может быть с чем-то другим, я не знаю, но покажу, что меня смутило вот в этом ресурсе. Потом посмотрите, если он у вас есть в ваших списках литературы, проверьте, попробуйте, пройдитесь, все ли нормально, или это мне так просто повезло, или же стоит его заменить на что-то другое, потому что одно дело зайдем мы с вами, другое дело зайдут студенты, которые особо ждаваться в подробности не будут. На всякий случай инструкция по поиску здесь есть, это вот так главная страница выглядит, ну и самые последние публикации, как любят у нас на рекламных целях, вот они здесь, размещенные на этом ресурсе, вот они здесь представлены. Инструкция по поиску – это тоже в основном про то, как формулировать запросы операторы, которые у них тоже свои есть. Хотя штука, вот эта база, она существует давно, в 2013 году, она европейская, начиналась как часть проекта Open Air, запущен он был по заказу Европейской комиссии и финансировался за счет государственного, государственное финансирование этого проекта осуществлялось, и он находится под Европейской организацией ядерных исследований, вот тот самый ЦЕРН, который давно наших ученых, по-моему, собирался высылать с коллайдера, и вот в рамках этого проекта Open Air, открытая наука для всех ученых, вот этот проект и создали вот эту базу в качестве такого хранилища, универсального хранилища для исследователей Европейского Союза. Почему акцентирую на Европейском Союзе? Сейчас покажу результаты выборок, выборки будет очень интересно. И вот этот проект, он существовал два года в рамках вот этого ЦЕРНовского большого проекта, и потом в 2015 году уже перезапустился с названием ЗИНОДА, как такой архив большой и базы данных. То есть там можно найти результаты разных исследований, по разным дисциплинам и так далее. Но самый главный упор в этой базе, в описании, если обратите внимание, делается на то, что любой пользователь, имеющий результаты своих исследований, может разместить их у нас. Статьи, изображения, плакаты, программное обеспечение, патенты. Все-все-все, что у вас есть, несите к нам. Мы принимаем файлы большого размера, до 50 гигабайт. Надо больше, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы все для вас. Что хорошо, всем объектам присваивается цифровой идентификатор ДОИ, то есть можно их найти. Но опять же они говорят, и вот поэтому вам можно их не публиковать в журнале, чтобы получить этот идентификатор ДОИ. Можно подумать, что мы публикуем только ради идентификатора. Конечно же нет. Ну вот такая история. То есть он в основном нацелен на то, чтобы приносили свои данные. Ну понятно, из чего тоже надо пополнять. Но опять же, видите, здесь несколько моментов есть. Во-первых, приносите нам все. Там платная история тоже возникает. Во-вторых, вот это вот присвоение идентификатора ДОИ, мы вам его даем. Они, значит, могут его присваивать. И вам не надо публиковаться в журнале, значит, здесь будут также опубликованные и неопубликованные работы, но с идентификатором ДОИ. То есть надо тоже внимательно, как в первом случае, там по поводу года, а здесь надо тоже отслеживать, а вообще была ли эта статья опубликована, или она просто размещена, мы ее принесли, заплатили, нам ДОИ присвоили, и все, она лежит здесь. Но официально она не опубликована в научном издании. Зинода не является научным изданием. И мы не сможем не опубликованную где-то в журнале статью, ссылаясь на нее, указать ее как опубликованную. А вот теперь напоминаю, что это цернсовский проект, швейцарский, Европейский Союз, фак, все как положено. Окей. Пользоваться можно бесплатно, можно и логиниться, да и не стоит, наверное. Тот же самый простой поиск. Наше любимое ключевое слово и лупу. Ну, мы расширили до понятия тайм-менеджмент. Не просто тайм, а тайм-менеджмент. Нажимаем лупу, выдаются результаты. Ну, опять же, мы можем разную сортировку. Здесь мы оставили сортировку по наилучшему совпадению. Да, там можно по датам, по авторам, по актуальности, что-то еще. Вот он нам показывает. Здесь 87 тысяч результатов, где в названии или в аннотации, или в тексте статьи есть эти слова. Так что в названии может и не быть, может где-то там оно зашито, поэтому нужно смотреть. Слева также панель меню, можно фильтров, можно управлять, только открытые, посмотреть там, только метаданные, только еще что-то. И вот выбрать. Сделать выбор. Выдти фильтром. Но мы пока ничего не делаем. Мы просто ввели. Здесь сразу автор заглавия статьи, дата публикации, название журнала, номер, страница, год. То есть вся вот информация, то есть реферативно-библиографическая база, да, вот она. Все у нас есть для того, чтобы составить библиографическое описание. Записано только немножко в другом порядке. Ну вот значок Open есть зеленый, значит, статья открытая. Можно искать, смотри. Ну и помечен формат, что это журнальная статья. Размещение. Все вроде бы красиво, здорово и прекрасно. Попробуем, но. Журнал, напоминаю, европейский. Попробуйте вот так вот сделать поиск и на этом ресурсе, потом после вебинара, и привести на русский язык. Я вам покажу. Тут маленький кусочек. А, вот полностью я вам здесь сделала с переводом на русский, какие здесь есть фильтры. Даже по типу файлов можно, по типу ресурсов. Статус доступа. Открытые, опять же, птичку ставим, чтобы он нам только открытые статьи показывал. И темы. Но темы очень интересные. Что-то там биоразнообразие, членистоногие, хордовые и все. Ни тебе бизнеса, ни тебе экономики, ни тебе дизайна, ни искусственного интеллекта. Почему такой выбор, тем непонятно. Видимо, свое что-то, свой какой-то резон есть. По типу файла сразу скажу, выбирайте PDF, если будете здесь искать, и текст можно выбрать. Там, док, например. Иначе он вам все картинки, все PNG, все HTML, все будет выводить, даже почтовый индекс. Нам это не надо. Выбирайте только то, что связано с текстом. Вот это обязательно нужно использовать. Ну и тип ресурсов, публикация. Здесь стоит галочка. Нажимаем. Статья, глава из книги, еще что-то. Выбирайте публикацию, статья из журнала. Вот тогда будет более корректный поиск. Иначе он вам покажет все. Какая-то картинка, сделанная к уроку, каким-то преподавателям по теме, где есть просто это слово, вот оно вам тоже сюда влезет. Потому что сюда собирается все, все-все. Видите, и плакат, и видео, и урок, и презентация, и все что угодно, и изображение. Поэтому лишнее отсеивайте, лучше оставляйте уже. Статьи ищем все, что касается статей. И вот он, что нам выдает. Вот это было выдано по теме тайм-менеджмент, который мы вначале искали. Очень здорово. Способность сельских женщин, предпринимателей, планировать и принимать решения в округе Дим-Дигул, Тамел-Над, какое-то там поведение женщин в Тамел-Наде, и даже управление верблюдами в засушливых, полузасушливых экс-системах. Причем здесь управление верблюдами, когда мне нужен тайм-менеджмент, организация времени на предприятии. Ну, я не знаю, ну, может быть. И вот так вот практически первые, ну, меня хватило на четыре страницы отсмотреть эти результаты выдачи. И везде идет вот этот несчастный Тамел-Над. То есть чуть ли не 30 публикаций в самом начале идет Тамел-Над, Тамел-Над, Тамел-Над. Такое и авторы. Вот что здесь европейского, где здесь исследования и данные исследователей Евросоюза, честно говоря, я не знаю. Пакистан, Индия, Азия. Вот. Вот. Вот так. Вот все данные, которые он показывает. То есть что там, я не знаю, почему так. То ли это все, что выложено в открытый доступ, а за остальное, пожалуйста, платная подписка. Может быть. Может быть. Но имейте в виду, что он бы дает вот такие результаты. Но это особенно меня верблюды поразили. Это прям вот в душу запало. По теме тайм-менеджмента прям здорово. Немножко мы вот... Попробовала все-таки избавиться от верблюдов. Выбрала. Вот он показывал, как я сделала выборку какую-то. Открытые статьи в журналах. PDF, текст и документ. Вот сделала такую выборку по фильтрам. Вот после этого верблюды с тамилнадом немножко исчезли, но характер статей не поменялся. То есть Евросоюза я здесь не увидела. Опять Индия, Пакистан, Филиппины. Добавилась еще Африка. Ну вот более-менее название статьи попало. Производительность труда, продуктивность сотрудников, данные компании. Но, видимо, какой-то кейс. Но, Нигерия. Ну, если исходить из понятия, что тайм-менеджмент, он и в Африке тайм-менеджмент, то, наверное, да, к обоснованию этой фразы эта статья как раз подойдет. Ни в коем случае не издеваюсь. Может быть, там достаточно хорошие данные содержатся, которые имеют место быть, и которые могут быть процитированы в работе. Но если речь идет, например, о российских предприятиях, то при чем здесь Нигерия? Надо подумать, как еще это привязать. И вот Африка добавилась, Азия и страны Востока. Вот почему-то у них выборка идет именно в этом направлении. То есть европейских товарищей, чтобы добыть, это я не знаю, сколько страниц надо перелистать, и то одна-две публикации попадутся. Выборки, фильтра по странам нет. То есть вот вам, пожалуйста, вроде бы и ресурс неплохой, но вот какая-то очень своеобразная такая выборка статей. Такое ощущение было, что в этом Тамилнаде защищалась группа индийских аспирантов, и им надо срочно было опубликовать статей, и вот прям такой пачкой идет именно этот Тамилнад. Я не знаю, что это за исследовательский штаб такой в Индии. Ну вот какая-то вот такая избирательность. Поэтому вот к этому ресурсу у меня очень остались большие подозрения и сомнения, хотя он не очень часто рекламируется. Может быть, чего-то не знаю, поэтому если, коллеги, им пользуйтесь, именно во фри-доступе, без подписки, без лицензионных всяких договоров, а именно свободный, без регистрации, вот зашел, нашел и прочитал, поделитесь, пожалуйста, тогда секретом, как нам все-таки настройте, чтобы нам европейские статьи показывал, а не опыт нигерийских компаний. Поэтому вот с ним посмотреть очень интересно. Он иногда такие там забавные статьи, особенно в русском переводе, они очень так звучат, очень шокирующие, как про верблюдов. Но такие интересные казусы там случаются. Про хороший ресурс. Математика. Для математиков и про математику. ZB.Match.Open. Вот это специализированный ресурс для математических наук. Теперь уже про хорошее. Здесь интересна визуализация настроек. Во-первых, еще ничего не разыскивая, вот здесь наверху мы можем открыть вот такую панель и уже сразу настроить себе, как будут представляться результаты по этому сайту. Сразу под поисковой строкой идут пояснения. И в зависимости от того, какую вкладку мы откроем или какая страница у нас здесь открывается, здесь будут свои пояснения. И обратите внимание, опять же, по припринтам архивок он тоже ищет. Интересна вот эта система вкладок для быстрого доступа. То есть если у нас открыта вкладка документы, мы ищем по документам. Нажимаем авторы, здесь вводим фамилию автора. Интересна вот эта вкладка классификации, чуть попозже ее покажу. Есть поля для быстрого ввода. Можно нажать, выбрать, по какому полю мы будем осуществлять поиск и вот сюда его вводить. Есть операторы, которые используются прямо в выпадающем меню. Он покажет все операторы, которые нужно вводить. Слова, знаки, что нужно и что они обозначают. И вот есть раздел справка. Если его открыть, то тоже вот здесь все будет меняться. Текст пояснений появляется прямо вот здесь. Поэтому здесь не только сюда надо смотреть и те поля, которые открываются, но и на текст, который под строкой. Здесь вот это удобно сделано. Сразу пояснения идут. Как с этим работать. Ну вот сразу можно настроить себе. Интересная вкладка вот эта. Формулы. Можно осуществлять поиск по математическим формулам. Выбираем эту вкладку и меняется текст под строкой. Вот сюда мы можем ввести любую формулу и где она была в тексте, он эти статьи нам покажет. Как осуществлять поиск, как правильно ввести, можно посмотреть вот здесь в примерах либо нажать справка и он вам выдаст всю информацию, как правильно оформлять. Вот такой интересный ресурс. Даже вот так здесь можно искать. Еще одна интересная вкладка, на которой хочу вам показать. Классификация. Да, в воздухе запахло УДК и ББК. Это как раз близко к тому. Нажимаем вкладку «Классификация». Она открывается вот здесь. Библиотекари и библиографы, наверное, улыбнулись сейчас за кадром. ББК, УДК, классификатор. Да, у них свой классификатор предметов математики. Вот его название. Вот этот классификатор здесь и используется. Это не наше библиотечное УДК и ББК. Это нечто другое. Только внутри предметов математики. Но если мы ищем более детальную какую-то тему, а не математика вообще, для того же тематического поиска мы можем, например, воспользоваться этим классификатором. Делается поиск очень просто. Во-первых, здесь подробнее читайте. В этой статье пишет, по какой классификации здесь представлена и осуществляется выборка. Нас заинтересовала, например, комбинаторика. Мы ищем что-то по комбинаторике. Вот находим в списке. Его номер 05. Синенькое. Нажимаем. И открываются подклассы. Оказывается, комбинаторика – это не просто сама по себе, а у нее еще есть деление. И смотрите, у нас открылись, как только мы сюда кликнули. Этот номер ушел сюда с уже готовым оператором. То есть нам не надо уже думать, он его сам автоматически поставил. И вот они открылись подклассы. А в комбинаторике что конкретно вы желаете? Мы желаем историю комбинаторики. Ну и вот он нам еще отсылочку дает. А посмотрите еще номера из раздела вот такого. Ага, хорошо, из 0.1. История и биография. Отлично. Видите, он нам подсказывает, где еще мы можем поискать на эту тему. То есть вот это вот тоже можно будет открыть. И тогда он этот индекс сюда тоже сам автоматически добавляет. Видите, он сам все за нас будет делать. Если мы нажимаем вот сюда, вот он нам покажет, там есть или нету каких-то еще подразделов. И вот этот индекс тоже добавится вот сюда. То есть он нам всю вот эту строку поиска запишет. Что из этого, какая полезность можно извлечь? Копируйте себе, оставляйте. На всякий случай, если потом будете искать, чтобы не вводить все опять вот так заново, вы просто копипастом сюда вставляете, нажимаете классификацию, вот это сюда вставляете. И искать он нам сразу вот этот раздел покажет. Либо если нас устроило то, что есть здесь, мы нажимаем просто стрелочку. Вот эти цифры показывают, сколько источников есть в этом подразделе. 473. Ну, наверное, я там что-то найду, пару своих. Нажимаем сюда, и он нам показывает сразу. Вот видите, он нам показал этот индекс. Мы сразу отсюда ушли, никуда не переходили. И вот говорит, да, вот 473 документа мы нашли. И вывожу вам по 100 документов на лист. Помните, вначале можно было настроить, хоть по 500 вывозить. И вот пошли наши эти самые... Там, вот они. Данные. ИСБН. Вспоминаем, ИСБН – это книги. Значит, он нам показывает здесь книги. А нам нужны только статьи. Вот здесь у них не слева, а справа находятся фильтры. Поэтому мы идем сюда, и можем нажать «Журнальные статьи». И вот это все он нам... Видите, здесь даже отдельно выделены... Он сейчас напишет, что здесь есть припринты, которые не опубликованы из архифорг. Их 4 штуки. Мы можем нажать их, и он их нам покажет. А можем выбрать, например, только «Журнальные статьи», и он нам покажет только «Журнальные статьи». Но у нас сегодня статьи интересуют. Поэтому мы можем выборку сделать отсюда. И от книг припринтов мы смело можем избавиться. Все он нам покажет только «Журнальные статьи». Все данные, вот они есть. Есть даже ISBN. То есть по номеру ISBN, введя его в поисковик в том же Яндексе или Гугле, мы можем найти все данные по книге. По этой книге, да? Не достающие, не хватающие. Но, в принципе, здесь все есть. Вот это в квадратике – это индекс вот этого самого ресурса. То есть он там как-то сам индексирует свои документы. Это нам не надо. Мы смотрим все остальное. И вот можно нажать PDF, полный текст, DOI, там можно перейти, можно нажать сюда, перейти, посмотреть тот же самый реферат. И дальше мы спокойно переходим на статью и ищем, смотрим там. Так, да. Вот такой достаточно простой ресурс, но хорошо ищет. Лилия, вижу про филологические дисциплины. Да, сегодня у нас математика, астрофизика и медицина. Так сложилось исторически. Но имейте в виду, что вот многие приемы, они работают и похожи интерфейсы, похожи принципы работы этих баз. И я вам показываю, на что обращать внимание, как можно искать. Про филологию и, коллеги, если еще запросы есть там по истории, а мне вот надо по библиографии, а мне вот по патентному делу или еще что-то, пишите в чат. Можно писать во вкладку вопросы, можно прямо в общий чат. Прямо пишите БД по такой-то теме, база данных. И тогда мы подготовим уже, я вам просто тематические обзоры сделаю, уже по вашим направлениям, где что можно найти. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Можно во вкладку вопрос, можно сюда. А вот, кстати, еще по филологии и по прочим вещам, вот это хорошая штука. Да, вы только пишите, потому что я же не могу объять необъятно и сразу прям по всем темам, от истории до астрофизики за один вебинар. И так мы уже с вами перебрали времени рассмотреть. Вот этот ресурс я вам покажу. Просто шикарная, классная штука. Во, классно, да, Вера, отлично, спасибо. Пишите, пишите, коллеги, кому чего надо, будем потихонечку такие обзоры делать. Вот смотрите, синапс, хороший ресурс. Вот это интересный ресурс. Синапс называется. Тоже простой поиск, найти что угодно. Слоган у нехороший в переводе на русский звучит, мы лучше, чем Google Scala Air. Мы серьезнее относимся к этому. Ну, возможно, да. Слева менюшка, очень похожа на конструктор. Если работали в каких-то конструкторах, типа Canva или TestPad онлайн, вот очень напоминает. Да, у них вот такой свой конструктор есть. Можно посмотреть, что нам доступно, что нет. Вот здесь можно даже свой личный кабинет завести. Но я стараюсь на таких ресурсах личные кабинеты заводить и свои персональные данные просто на непонятно какие сервера не сливать лишний раз. Ну, посмотрите, если понравится, можно потом. Также ключевое слово или ключевые слова, фразу ввели, поиск, нажали, как всегда. Мы начинаем тестировать на самом простом. Из плюсов и минусов. Понимает русский язык. Уж не знаю, что за искусственный интеллект у него там сидит за монитором, но русский язык он понимает. Вот я ввела ключевые слова, производительность труда. Думаю, интересно, завернет или нет. Он нашел, причем он нашел статьи на русском языке. Вот если я веду на иностранном, на английском, тот же тайм или тайм-менеджмент, он мне найдет статьи на английском языке, где приведены эти слова. Можно регулировать погоду публикации. Вот я совсем там 23-20, по-моему, какой-то у меня там выставлен совсем. За последние три года я, по-моему, не брала, здесь выборку делала. Можно посмотреть, за какой период. Ну, с 19 по 24 точно нужно. По-моему, даже дальше там глубина есть. Значки, подсказки есть. Если не знаем, что это, как этим пользоваться, нажимаем, он нам подскажет. Это очень хорошо. Кнопка «Очистить поиск бумаги». Это поиск статьи, значит, можно очистить поиск, ввести заново новый. Журнал или конференция. Если знаем название, то можно ввести сюда. Область исследований можно попробовать. И вот он в таком виде выдает, как всегда, статьи. Название, авторы, когда была опубликована. И дальше пошла уже подробнее. Анотацию можно почитать. Что здесь есть классного? Да, ну и вот разные форматы, представления. Все это. Вот здесь справа и слева есть меню. Сейчас вам одну фишку покажу классную в этом ресурсе, за что он мне очень понравился. Да, и, во-первых, обращайте внимание, некоторые фильтры недоступны. То есть тип статьи по стране, по региону, там еще профессиональные. То есть в свободном доступе мы им воспользоваться не можем. Для этого надо зарегистрироваться, оформить платную подписку. И тогда вам, как всегда, начинаются эти истории. То есть доступные нам фильтры, они ограничены. Это надо тоже учитывать. Что здесь есть хорошего? Меню слева и справа, посередине вот наши результаты. Справа история. Вот это классно. То, что мы находили, открывали здесь и смотрели, оно фиксируется в истории. Можно просмотреть историю, если нужно вернуться к этим статьям. Не нужно их, можно отсюда очистить историю, можно удалить. Можно просмотреть всю историю запросов. Вот это тоже нечасто встречается, но это интересно. Ой, где-то я здесь открывал, сейчас закрыл, найти не могу. Но давайте по истории посмотрим, можно найти. И что здесь еще есть интересных. Да, вот они, я вам показала прямо отдельно. Вот эти фильтры, вот то, что вот это, это нам недоступно. То есть если профессиональный поиск, даже по импакт-фактору журнала мы можем отобрать самый тип статьи. Недоступно, аффилированность нет, страна тоже нет. Ну вот, к сожалению, вот так. Только вот этим мы можем пользоваться. Но зато здесь есть классная штука, которую я вам сейчас покажу. Так, сейчас у меня демонстрация экрана. Демонстрация экрана. По-моему, это вот оно. Коллеги, тоже огонечко мне помаячите, пожалуйста. Видно ли? Вот смотрите. Вот мы зашли. Вот здесь про него можно почитать. Вот его главная страница. Сейчас попробую увеличить. Вот он, этот синапсис. Ну, конечно, мы здесь ничего не регистрируемся и так далее. Вот мы нашли статью, которую мы вот с вами смотрели. Я по ней кликаю. У меня открывается вот такое всплывающее окошко. То есть я сразу могу перейти к полному тексту статьи. Вот оно. Вот вся информация о статье здесь представлена. Можно посмотреть. Сведения о бумаге. Замечательно. Меня переводчик переводит. Просто круто. Вот, вот, вот. Данные недоступны. Ну, хорошо. Это что-то в закрытом формате. Ну, даже того, что здесь есть, нам уже достаточно. Дуи. Так, сейчас мы посмотрим, куда мы с нее перейдем. Ага. Вот. Нажимаем дуи. И мы попадаем туда, куда надо. Мы попадаем вот на такую страничку. И вот смотрите, в каком виде. Мне вот это вот очень понравилось. Издательство. Первое экономическое издательство. Очень много статей как раз отсюда. И они вот с таким значком флажка. Если попадаете вот сюда. Здесь вообще шикарная история. Смотрите. Вот они, данные по нашей статье. Можно скачать PDF. Скачали PDF и на этом успокоились. Полный текст у нас есть. Но если мы полистаем дальше. Во-первых, мы видим, что это за журнал. Ринцевский и даже лаковский. Идем дальше. И вот что у них здесь круто сделано. По тексту мы можем почитать текст и здесь. Смотрите. Похожие статьи. То есть он нам подбирает под эту статью похожие статьи на эту же тему. То есть мы можем. Вот в этом издательстве есть хорошая штука. Можно открыть и посмотреть еще и эти статьи. Можно сохранить данные о них. Лучше всего он открывает прямо здесь же, в этой же вкладке. Поэтому, чтобы нам не потерять нашу статью, делайте всегда, дублируйте вкладки. Правой клавишей мыши дублировать. И вот уже в этом дубли мы открываем новую статью. Тогда у меня получается открыто две статьи по близкой мне тематике. Та, в которой я работала первая, дублирую ее и в ней открываю следующую статью и смотрю ее. И вот так по тексту может несколько раз вот эти статьи или какие-то еще дополнительные у нас появляться. Вот это очень интересная штука. То есть он сам в этом, вот это вот издательство, оно само нам рекомендует еще статьи. Поэтому его тоже берите на дружение, у кого связано с экономикой. Вот. Вот такая история есть в этом. Ну, вот так вот выглядят результаты. Немножко я увеличила, сейчас я его еще уменьшу. Вот. И у него из этого журнала первого экономического достаточно много, много, много идет. Вот Узбекистан. Какие-то журналы у нас здесь есть. Даже это мы можем найти и посмотреть. Ну, вот. Дуэ статьи. И вот чем он мне понравился, этот ресурс, то, что он на русском языке ищет. То есть, ну, вполне приличные даже журналы, несмотря на то, что мы здесь не все фильтры можем использовать. И вот достаточно много здесь выборки. И вот всю историю у меня сюда, видите, записывают. Креативная экономика. Вот все журналы издательства, как оно там первое экономическое, по-моему, издательство называлось. Вот они идут здесь вот с таким значком, поэтому кто по экономике, по близким тематикам ищет, как видите, вот эту статью, смело открывайте. Вот там будет то, что я вам показала. Еще не просто текст самой статьи, возможно, скачать, но еще и рекомендуемые статьи. Их открываем, а там свои рекомендуемые статьи, близкие по тематике. Вот это вот очень здорово здесь сделано, такая контекстная выборка. Поэтому вот это вот тоже берите на вооружение, вот журналы этого издательства. Вот давайте я вам прям так ссылочку дам на одну статью, а там вы уже можете сами уже внутри посмотреть. Вот у них это очень здорово сделано. Вот вам еще один ресурс, уже по отечественным публикациям, который мы тоже можем использовать. Вот на него натолкнулось только благодаря вот этому синопсису. Ну вот здесь, да, у них все-таки не верблюды, направление верблюдами, а все-таки адекватная какая-то выборка идет. И если вы вводите на русском языке, то он приводит данные на статей на русском языке. Они могут быть опубликованы в журналах стран ближнего зарубежья, но на русском, текст на русском языке. Поэтому не пугайтесь, если там какой-то казахский, узбекский журнал и что-то написано не совсем по-нашему, значит текст на русском, откройте, посмотрите, скорее всего, именно так и есть. Еще полезный открытого доступа Springer Open, знаменитый наш «Конь в полях», то, что от нас сейчас закрывало Springer тоже, но есть открытая часть по книгам есть. Но мы смотрим сейчас журналы и статьи от Springer Open, все издания, издательства Springer можно здесь найти. Выборка по журналам и журналы по темам. Здесь наименование всех журналов от Адая, здесь все журналы сгруппированы по темам. Соответственно, вот мы можем найти, что нас интересует, образование, психология, социальная физика, гуманитарная социальная наука, междисциплинарная филология, кстати, там можно посмотреть. И второе, ссылка прямо ведет на эту страницу, здесь можете смотреть. И второе коллекции статей, страницы коллекций. Вот оно, это темы, если нажимаем какую-то, выбираем любую тему, у нас под списком открывается список коллекций статей, подходящих под эту тему. Открываем коллекцию и внутри уже по статье. Можно простым поиском пользоваться, здесь нужно просто кликнуть и вот это поле поиска откроется у нас вот здесь, внизу. Оно появится, его надо вызвать. Вот такая тоже полезная история. Тоже все в открытом доступе. О.А.Г.А. Академический, открытый академический ресурс, академических журналов. Простая форма, тоже можно, вот он, то, что нам надо, но здесь поиск только по журналам. Если мы знаем журнал, то найти номера журналов можно еще вот по этому ресурсу. Тематический поиск он не проводит. Ключевым словам поиск не осуществляет. И по названию статей тоже не ищет. Именно по журналам. Но если мы знаем журнал, и в предыдущих где-то базах или других мы его нашли, то вот здесь можно посмотреть, проверить и выйти на эти статьи. Ну вот как осуществляется поиск здесь и примеры представления данных. Вот я вам здесь показываю. Но если я ввожу, например, проигнорировал, что здесь название журнала какое-то слово, то он его не воспроизводит как слово в названии журнала или часть слова в названии журнала. Вот, например, показывает, видите, Martimo Ducation. Вот, это как часть слова, хотя совсем не по тематике, это совсем-совсем другое. Ну вот здесь он вот так ищет. Только по журналам, по названиям, по части названию, по отдельным словам, из названия журнала, но никак иначе. Но DOJ, он показывает, что этот журнал есть в каталоге открытого доступа, либо здесь мы его можем найти и посмотреть, либо в DOJ, там, если с ним работаем, с этим каталогом, то там можно найти статьи. Ну и, конечно же, наши отечественные публикации e-Library. У нас тоже есть журналы открытого доступа. Чтобы не рыскать по всему вот этому... Ага, заканчиваем. Не рыскать по всему e-Library, я вам ссылки даю прямо на странице. Вот здесь вы можете увидеть всю коллекцию актуальную. И поиск по журналам из этого списка можно осуществлять двумя способами. Либо по всем журналам, вот по этой ссылке. И тогда у вас открывается вот такая форма поиска, что здесь можно заполнить, я вам отметила особо. И вот вариант, как мы искали по ключевому запросу, какие галочки выставили, нас интересовали только статьи. Здесь мы ничего не трогали. И вот за последний месяц. 176 публикаций. Видите, зеленая. Мы можем открыть, эту статью прочитать, скачать. Она в открытом доступе. Но только открытые. Искали только в открытых журналах. Ну вот, что можно с этим сделать. Изменить запрос, вернуться, убрать и так далее. И есть поиск в конкретных журналах открытого доступа. Если нам надо, в одном, двух, трех. Вот, кстати, по филологии. Посмотрите здесь, какие журналы по филологии есть. Вы можете вот здесь осуществить выбор по этим журналам. Добавить. Нажимаете. Как это сделать, я вам написала. Нажмете, он вам саму инструкцию еще напишет. Название этого журнала, если оно есть в списке открытых, сюда добавляете. Можно несколько добавить. Выбираем нужные галочки. Убираем лишние. Вводим ключевые слова. Что вас интересует по филологии. Вопросы чего-то, чего-то. Или ключевое слово. И вот он нам выдает. Нас интересовала психология чтения. Вот. По релевантности, по убыванию за все время или за определенный период. Вот они галочки. Вот на примере психология чтения. Вот мы выбрали один только журнал. Что там есть. И вот он показывает 86 публикаций. За все время, пока он индексируется в РИНС, он нам нашел 86 публикаций. И все они в открытом доступе. Потому что мы выбирали журнал из списка открытого доступа. То есть вы можете посмотреть по той же филологии вот этот полный список журналов открытого доступа. Ну, вы же знаете свои профессиональные журналы, да, или там сборники, в которых публикуетесь. Ну, по журналам можно вот здесь посмотреть, есть ли они в этом списке. И тогда можно воспользоваться вот этим поиском. По конкретным журналам. Я вам ссылки прям поставила на эти формы. Открываете и находите публикации. Вот по любым темам попробуйте тоже сделать. Ну, и последняя часть. На ней останавливаться не будем. Нас уже выгоняют. Напоминаю, где еще. И ссылки на них дают. Каталог журналов открытого доступа. У нас вебинары были. Мы их разбирали. Значит, здесь можно поискать. Вот это интересный тоже ресурс. Как чего сделать. Я вам тоже написала. На это не обращаем внимания. Вот это не трогаем. Можно воспользоваться расширенным поиском. По алфавиту. Ну, тоже вот полнотекстовый Science Direct. Open Access. Можно воспользоваться. Журналы, книги, справочники, учебники. Вот здесь тоже такой расширенный вариант можно найти. Как делать? Инструкции есть. И примерно я вам расширенный поиск на русский перевела. В какое поле, чего обозначает и как водить. И вот можно им попробовать тоже поискать. И многие ресурсы, о которых мы сегодня говорили. Тот же, например, архив.org и прочее. Вы можете найти на сайте RGB. Вот они. Ресурсы в свободном доступе. Эту вкладку выбираем. Вот название. Издатель. Правда, здесь нет по каким темам. Но зато есть и ресурсы полнотекстовые. И вот то, что мы смотрели. Реферативно-библиографический. Библиографический или реферативный. Или вообще все на свете. По названиям можно посмотреть. Ну и открыв информацию, здесь тоже можно получить всплывающее окошко. С краткой информацией этого ресурса или условия доступа к нему там будет. То есть сориентироваться можно. Можно лучше заходить на вот такие базы в первый раз через сайт RGB. Все-таки они проверенные ссылки и ведут не на фишинговый сайт. И не дай бог. А уже потом сохранить ссылку и спокойно на них заходить. А не через поисковик, где можно промахнуть случайно. И еще вот этот один интересный ресурс. Коллеги, я вас им заинтригую. Чтобы освободить пространство. И вот ресурс ГПНТБ СОРАН. Электронный навигатор научных ресурсов. Здесь есть много чего. И патенты, и газеты, и журналы, и книги. И даже учреждения. Ресурсы разные. Это вот поисковые системы. Вот их посмотрите. А остальные, то, что касается научных обзоров, книг, дополнительные ресурсы по организациям. То это уже нужно смотреть немножко там. Да. Павел Юрьевич, приносим извинения. Мы завершаем. Посмотрите. Скачивайте презентацию. Коллеги, я вам сейчас ссылочку, где можно приобрести сертификат, сюда в чат быстренько закину. И на этом мы завершим. И по всем вопросам можно будет в нашу группу или мне лично тоже писать по поводу, где чего находится по сегодняшней теме. И ваши предложения тоже. Пожалуйста, то, что вы писали в чат, пишите, что вам еще нужно, какой обзор подготовить. Мы это сделаем. Все, коллеги, всем хорошего настроения. Удачного поиска статей. Если вопросы остались, пишите. Помню, там один-два вопроса, может быть, я не успела ответить. Вы тогда напишите, пожалуйста. Мы с вами разберем.